Так, жарю наса вот так вот просто с солью, с перцем. Сыну завтра он с собой заберет. Вот. Сложила ему 4 кусочка и вермишель. Может ему даже на 2 раза тут хватит, не знаю. Ну, наверное, навряд ли. Он приедет голодный, сразу захочет кушать. Хочет ему на завтра. Вот. А это сейчас пожарить у мужа. Может сын еще вечером покушает, поужинает. Виталинка пирожное ослепила. Кексик. Это кувнищик. Ага, красиво. А у нас вот что осталось от сырой икры. Все съели, муж и я. Ну, меня Артур такое не любит, Виталина тем более. Очень вкусно. Короче, я сейчас доем. И все. У нас слюнки текут. Очень вкусно, очень. Она еще чем дольше стоит, тем вкуснее. Сок пускает овощи. Очень вкусная штука. Попробуйте обязательно такое блюдо. Так. Буду сейчас делать такое блюдо из лаваша. И решила 2 пачки сразу использовать. 4 штуки. Я буду, знаете, как у меня тут на столе места сильно нет. Я первое, когда промажу, я следующего тут подложу. И как бы 2 листа. Вы поняли? Длиннее будет, шире поверхность. Короче, в чем суть. Суть рецепта в том, чтобы каждый слой смазать, короче, вообще чем хотите. Я буду смазывать. Один слой надо смазать сметаной. Посыпать, посолить. Один слой кетчупом. Вот. Один слой сметаны. Короче, можете потом фарш сверху. Кетчуп, фарш. Каждый слой сыром. И так повторяете. Можно положить помидоры резаные. Можно лук жареный. Можно грибы жареные. Что хотите. У меня будет только фарш, сыр, сметана и кетчуп. Вот. Все. И крутите такой рулет. Запекайте его в духовке, смазывая предварительно сметаной и яичком. Сверху. Желточком. Все. Ничего сложного, ничего особенного. Приступаем. Разрезала напополам, потому что очень длинные. Вот такой вот он в разрезе, сырой. Вот. Смазала сметаной. Запекаю в духовке до готовности. И потом минут, наверное, за 10 смажу еще желточком сверху. Запах стоит наимоверный. Такие рулеты получились. Очень вкусно, наверное. Надеюсь. Вот. Так что. Обязательно приготовьте. Попробуйте. Это очень легко, просто и вкусно. У нас утром. Я сосу таблетку. И поперед. Сейчас 7 утра. Я вывожу руку. Хочу потом, куда выходить. Поэтому выведу их сейчас. Таблетки кислые. Светомином С. Калтин форте. Почему? Потому что у меня кашель. Такой сильный кашель. Давящий. Нет, нет. Потом, как появится кашель. С вечера захлопала горло. А с утра начался кашель. Резко. Причем. Вот. Что у меня между лопаток болит. И еще, когда я кашляю, у меня привык с кровью во рту. Ну, может, горло просто дерется. Знаете, когда кашляешь. Короче, выложим собаку. Сейчас еще темновато на улице. Мы сейчас быстро гульнем. Домой. Ну, вот. Что-то тело ломит. Такая погода. На камере светлее, если честно. Снежок лежит. Холодно. Днем, наверное, будет максимум, может, ноль. А то и плюс. Смотрите, чем я занимаюсь. Я сломала ящик. Такой вот. В холодильнике. И плюс еще, к тому же, вчера. Ну, уже давно сломала. И купила такой армированный скотч. Вот. Конечно, он не очень красиво смотрится. И все равно, ну, упрочный. Хотя они и так непрочные, эти ящики. Ну, вчера мужу готовила овощи к мясу. Вот. Тушеные. И не смогла достать кабачок. Ну, приготовила другую. Там горошек у меня был. Цветная капуста и морковь. Зеленый горошек замороженным. И плюс еще мне нужна была вишня без косточки. Я ее тоже вчера не могла достать. Короче, я сегодня убила двух зайцев. Тоже без косточки. Тоже. Я, получается, достала этот ящик. Минут 15, может, полчаса он постоял. Как раз оттаяла от дна. Кабачок оттаял. И вишня оттаяла. Вот. И заодно я второй раз уже замотала скотчем этот скол. Ну, трещину эту. Надеюсь, будет держаться. Потому что в прошлый раз я замотала, и оно все отпало от холода. Вот. По-моему, я не вынимала ящик. Короче, в этот раз много слоев сделала. Сначала тут вот так наложила. И вот тут. А потом уже обмотала еще дополнительно. Вот. Прошла все изгибы. Возможности. Посмотрим, как будет держаться. Сейчас устанавливаю на место. Иду в душ. И мне сегодня по плану, наверное, поменяю постель. И помою пол по всей квартире. Так. Еще варю компот сейчас. Но потом сделаю из него. Может, частично. Может, весь кисель. Веронички занесу. Вероничка приболела. У меня тут вишня и смородина только. Я голову помыла. Но сейчас иду в душ. Остальные части тела мыть. Мне надо поздно уже. Уже часа три. Я только в душ иду. Потому что болялась целый день. Если честно, в последнее время очень плохо себя чувствую. И с утра у меня был кашель сильный. Я приняла, пососала таблетку мукоутина сорте. Вот. И сейчас кашля нет. Чуть-чуть чувствую слизь в горле. Кашля вообще нет. Чуть-чуть есть насморк. Сейчас тоже брызну отревин. На всякий случай. Вот. И в прошлый раз у меня такая же штука начиналась. Где-то недельки две-три назад. И быстренько я вот этим двумя лекарствами муклатин форте и отревин экстра, который брызгается в нос, очень быстро успокоила организм. И быстро все у меня прошло. Поэтому сейчас сделаю то же самое в нос и иду в душ. Вот. Мне надо, чтобы успел компот закипеть. Я его выключу под крышкой. Оставлю вдухать. Ну, довариваться, можно так сказать. Я до кипения довожу. А потом... Вот. У нас плюс один. Вот. Такая погода на улице. Нестабильная. Разная. То дождь, то снег, то тепло, то мороз. Ну, вообще, в основном мороза нет сильного. Вот. Так что. Такие новости. Что еще? Сын уехал в командировку. Да, я рассказывала. В ровном. Сейчас позвоню ему, как он доехал. Все нормально. Потому что я очень переживаю, когда они едут не на поезде в командировку. Меня это очень беспокоит. На поезде, я считаю, самый безопасный вид транспорта. И, ну, вот это вот скоростной этот поезд и обычный поезд. Другой транспорт я не очень люблю. Потому что автобусы, это очень стрёмно на дороге. А Блаблакар вообще речи быть не может. Вот. Сейчас, наверное, опять сделаю себе масочку глиняную на лицо. Вот. И полезу в душ. Потом уже помою пол и застелю постель. Так. Посылку, кстати, вчера не забрали. Мы пришли. Новая почта там, где у нас было отделение, закрыто. Там сейчас ремонт. Не знаю, там будет новая почта или там что-то другое будет. Не знаю. Но вывеску пока не снимали. Почта. Сегодня у меня два раза был городской звонок. Я обычно трубку не беру. Потому что или рекламу какую-то звонят. Или еще что-нибудь фигню какую-то. Короче, не нужную. Думала, думала. Но потом еще раз мне перезвонили. Я взяла трубку и оказались с новой почты. Типа не влазит почтомат мой ящик. Больше, чем ячейка. И спрашивают, на какое отделение. Ой, там я увеличенная. Видите? Прикол. На какое отделение можно отправить. Я говорю, я не знаю, какой номер. Ну, короче, 200 какое-то там у нас другое. Вонтажное видделание. И туда придет посылка моя. Скорее всего, что завтра до 12. Сказали. Я очень жду. Айхерб. Очень жду. Вот. Потому что у меня уже нечего пить. А честно сказать, когда мы пьем эти все биологические добавки с Айхерб. Просто намного лучше себя чувствуем. Намного лучше. У мужа сейчас опять что-то с сосудами. У него сейчас крутит, мутит, водит его. Давление вроде в норме. Так что я подозреваю, что это просто сосуды. Вот. Так что нам очень нужно гинкобелоба, которая нам придет. И уже не помню, что маме еще заказала. Своей Вероничке заказала. Вероничка мне, кстати, уже деньги отдала. А маме надо. Вот. Отнести будет. Когда придет посылочка тоже. Ну, короче. Всем заказала. Тут уже сын говорит, ему БЦА опять надо заказать. Короче. Без Айхерб. Что-то в последнее время мы никак не можем. Мне очень нравится. И прям все позитивные. Ну, я вижу только позитив от него. Только хорошее. Вот. И это не реклама. Кто-то написал, что мне платят. Нет. К сожалению, мне не платят. Очень бы хотелось, но нет. Вот. Все. Пошла. А ты будешь с ней на одних или А? Так ты сзади садись. Пела. Что ты потеряла? Вероничка даже не кричит. А ты? А я жару всегда. Да. Виталик. Собака с тобой он хочет. Забирай ее. Бери ее с собой. Глянь. Глянь. Она ей нравится. Глянь. Ой. 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 Капец. Катайте ее. Мне нравится. Я с папой поеду. Да, Ника? Ты с папой поедешь. Да. Сейчас. Если ко льду сильно близко, то вбок спрыгивай. Надо было, чтобы она сзади села. Погнали. Денегу потеряли. Ого. Денегу потеряли. Мы пришли с улицы. Из почты. Да. В новую почту ходили и в сельпо. Сейчас покажу, что купили. Помоем ручки. Покажем. Так. Сейчас я буду. Сейчас я буду пилобить. А вот. А там еще мамы. Или нет? Короче. Я видно там? Да. Пончик шоколадный. Как всегда. Попечи-то все. Хлебные рогалики, да? Булочки для этих, да? Для хот-дога. Для хот-дога. Покажи нам. Покажи нам. Они здесь тонкие. Студентские, по-моему. Есть вот такие рогалики домашние. Я уже показывала. Они лучше. Для хот-дога. Они толстенькие такие. И с них по ними тоже можно делать. Сегодня будем хот-доги делать. Черный хлеб. Да. Мне нравится с сыром, с фетой. Утром тост делать. Черным хлебом. С семечками. Такой какой-то новый. Я, по-моему, его уже брала. Буланже. Вкусный. Я вообще люблю черный хлеб, чтобы он сладенький был. Ну, если с сыром кушать. Купили уточку валафан. Уточку купили. Утки, кстати, по 119 грн. С сельфой. Не знаю. Может, только в нашем. Я выбрала самую большую. На 2,326. Такую вот. Вот это с ночной кочиня. Это самая вкусная утка. Я утку обожаю. Яблоками, черносливом. Утка это вообще любимое мое мясо. Рыба. Это селедка. Но она раскваживает. Не, она так кажется. Но он. Норвен, нордик. Короче, вы знаете, кто берет такую. Селедку. Я люблю. Курочкой. Я любила ее. А, еще. Да, это куда? Это четверть куриная. Тоже по скидке. Сейчас у нас 159 грн. Это пума. Давай, давай. Боже, в шпагате. Это филе бедра. Оно сейчас тоже по скидке. По 109,90. Я взяла 2 килограмма. Перейдем. Какая голубая. Буряк. Борщ будем варить сейчас. Наверное, сейчас. Морковка. Я думала, будешь морковку. Да, вчера муж купил. И я у меня пробила на салат с морковкой. Со сметаной. Очень скучно. И самое главное из покупок. Ой, не покупок. Это да. И ферп-посылочка. Это уже я вам буду показывать точнее. Тут не только мне. Вот. Поэтому. Покажу. Какой еще. Все. А, еще и все. Сыр еще. А, вот такой сыр еще взял. Нет, это не филадель. Это какой-то филада. Ну, это типа феты, наверное. Была эта фета, которую я брала в предыдущий раз. Но эту взяла попробовать. Она на 10 гривен дешевле, тем более. А, вроде бы, тоже с корового молока, натурального, вроде бы. Блин, я надеюсь, что молоко стерилизованное. Нахмурил просто. Салатно-бутербродное. Заграю. Идите в комнату, начинай делать уроки. А я приду, потом тебе только док сделаю. И пока покажу посылку. Айхот. Все. Америкой пахнет. Так. Посмотрим, что мы заказали на Айхилд. Тут не все мне. Я, честно говоря, сейчас не помню, что кому. Вчера мне, у меня позавчера пришло сообщение, что идет посылка. Айхот. Когда это было позавчера? Воскресенье. Пума, по-моему. Нет, в субботу даже пришло, что придет скорая посылка от международного медпромака. Но я больше ни от кого не ждала посылку. Только Айхёр вроде никто не должен был больше прислать. Вот. И что-то меня стукнуло. Мне показалось, что потом прислали сообщение, что уже посылка как бы пришла. Мы с мужем когда это ходили? Ну, я помню, я вам говорила, да, в понедельник я ходила, у нас закрыли наше отделение 49-е, почтовое. И мне кто-то звонил с домашнего, с городского номера. Я не брала долго трубку, потом взяла. Оказалось, что это с Айхорба звонят. Вот. И она мне говорит, к сожалению, ваша посылка не влазит по размеру по штаммах. Хотя я не знаю, по-моему, она такая же, как и все. Вот. И типа скажите, на какое отделение прислать. Я говорю, на 49-е. А они говорят, нет, его уже нет, этого 49-го. Короче, 262-е, по-моему, отделение. Я говорю, ну, посмотрите, какое ближайшее. Она говорит, 262-е. Ну, и я знаю, что у нас тоже есть второе. Это отделение новой почты. Слава Богу, что возле нас пооткрывали. Никуда идти далеко не надо. Ну, как далеко. Все равно далеченько, не возле дома. Вот. Если посылка тяжелая, то тащить, конечно, надо. Так, сейчас я открою. Кстати, коробочки эти с Айхорба я не выбрасываю. Я в несколько таких коробочек сложила посуду, которой сейчас не пользуются. И убрала наверх на мебель. Очень такие добротные, качественные. Вот, коробочки. Так. Ого, красота какая, боже мой. Какая красивая посылочка у меня. Это просто интересная. Смотрите. Просто красота. Сейчас. Так. Это Вероничка заказала своему парню. Это какие-то витамины, я так понимаю, для мужчин, наверное. Ну, что тут я смотрю. Цинк, кальций, всякие кислоты, я так понимаю, натуральные. Короче, попробуют, расскажут потом. Так, вот они нам. Дальше. Дальше я себе заказала вот такой дезодорант, ультрамакс. Блин, я что себе. Я хотела без запаха, по-моему, заказала с запахом. Не, кстати, запах у него как в этом. Может, мужу моему понравится. Его любимый, да. Прям вообще похож. Ультрамакс. Написано, что... Алюминию. Хлориха. Какой-то. Ой, короче. В отзывах написано, что он совершенно убивает запах. То есть, по-моему, или даже пот останавливает. Короче, я уже, когда попользуюсь, я вам расскажу. Сейчас ничего не могу сказать. Буду пользоваться больше им, конечно, летом. Вот. Но хочу попробовать. Он был, тем более, там по скидке слегка. Там гривен на 20 дешевле. Вот. Может, кто-то из вас пользовался. Расскажите. Вот такой дезодорант. Дальше. У меня заканчивается уже яблочный уксус. Я его пью. Честно говоря, особо эффекта я от него не вижу. И так по-честному. Но пью, потому что он полезный. Я знаю, что он для пищеварения хорошо, для метаболизма. Сахар он понижает. Поэтому взяла еще одно. Он не настолько дорого стоит. 250 таблеток. 100 с чем-то гривен. Поэтому приобрела в который раз. Сразу складывает свое, не свое. Так. Это Вероничка заказала себе кармекс. Бальзам для губ. С клубникой. Так. Дальше. Эль-карнитин. Эль-карнитин, по-моему, заказала моя мама. Я сейчас посмотрю. Но, по-моему, да. Это я заказала мужу для простаты. У него, в принципе, с этим все нормально. Но вы знаете, кто меня давно смотрит. У него был очень сильный приступ. Мы не знаем. Ну, мы предполагаем, с чем это могло быть связано. Они ездили там на дачу к боссу. И, получается, муж купался, потом сидел в этих шортах мокрых. Опять купался, опять сидел. И ему было там не очень комфортно. И мы предполагаем, что как-то там из-за вот этой влажной среды переохлаждение получилось. И после этого у него началось там ныть, ныть, ныть. И мы же пошли к врачу. У него тогда прихватило. Получается, нас направили на УЗИ. Ну, когда врач перед УЗИ пощупал его, он сказал, что что-то там не то. И направил на УЗИ. Пока мы пошли на УЗИ, оказалось, что у него еще не полный мочевик. Мы пошли, спустились вниз за водичкой. У мужа начался приступ. Он стал белого цвета. У него стали белые губы. Его стало трясти. Короче, его реанимировали там срочно. Там девочки, которые работают в этом. Наркоз, который делают на КТ. Вот. Реанимировали его там и капельницы. И все, боже, что с ним было. Это просто. Мне аж не верится. Сейчас вспоминаю. Знаете, это как фильм какой-то. Я, честно говоря, Я думала, что это все. Вот. Ну и потом мы отвезли его по скорой. Скорая приехала. Его отвезли в больницу на левый берег. И там врач. Короче, оказалось, что у него какое-то резкое было воспаление простати. И, я так понимаю, гнойная, наверное. Или какие-то бактерии. Они попали в почки резко. И с ним случился вот этот приступ. Поэтому, я думаю, что для профилактики никакому мужчине не повредит. Тем более после 40 лет. Вот. Поэтому приобрела вот такой вот препарат. Вот моему мужу. Пусть пьет. Дальше. Биотин. Биотина 2. Биотин для волос. Ну, может еще для чего-то. Да. Волосы, кожа и ногти. Я взяла себе и дочери старшей. 2. Он, кстати, был в очень хорошей цене. Поэтому обратите внимание. Так. Хромиум пикаленат. Что это такое? А, это хром. Хром, наверное. Хром. Это, наверное, заказала моя мама. Да. Точно вспомнила. Хром. Мама моя заказала. Дальше. Витамин А. Наверное, я заказала. Это для глаз. Я посмотрю. Может, виталина будет пить. Не знаю. Посмотрим. Что тут за капсулы? Я не понимаю. Одна капсула в день. Какие? Наверное, он должен быть жирненький. Да. Скорее всего, да. Вот. Витамин А. Заказала. Он был, по-моему, по хорошей цене. Витамин Е. 400. Заказала моя мама. Ей тоже надо. Она пьет все время. Витекс. Пью я. Для гинекологии. Эндометриоз. Миомы. Кисты. Что там еще? Господи. С грудями. Забыла. Шарики в грудях. Как они называются. Короче. Всякие женские заболевания. Кому интересно. Почитайте этот Витекс. Я пью его уже. Третью баночку. Мне нравится. Сенг заказала. Повторила. Знаете. В этот раз все этикетки как-то наклеены. Некачественно. Такое ощущение. Знаете. Это не с Америки пришло. Вот все этикетки. Гляньте. Все этикетки. Некачественные. Что? Короче. Цинк я себе заказала. Вернее нам. Гинка Белоба. Прямо сейчас выпью. У меня уже сегодня черные мушки в глазах летают. Для сосудиков наших. Для головы. Магний. По-моему. Мама заказала. Если не ошибаюсь. Себе. Цинк. Цинк. Наверное. Еще один я заказала. Наверное. Сейчас буду смотреть. Омега-3 маленькая. Вот такая. Это я заказала дочке. У меня еще есть омега. Это ей будет. Пусть пьет. Это. Вот смотрите. Опять этикетка. Вообще непонятно. Что это такое. Гляньте. Такого никогда не было. Что это намокла посылка. Это препарат для печени. Это мне нужно. Вот. Тут одуванчик. По-моему. Расторопша. Хелп. Хелп. Кстати. Это полезная. Очень вещь. Да. Это. Я пила уже. Такой препарат. Потом его не было долго. По скидке. И вот. В этот раз я его взяла. Он очень классный. Вот. У кого проблемы с печенью. Знаете. Отрыжка там. Тухлыми яйцами. Какая-то тяжесть после еды. Очень. Он прям справляется. Так как у меня есть. Некоторые проблемы с печенью. Так как у меня проблемы с желчным. Соответственно. Да. Ну вот. Поэтому мне этот препарат очень понравился. Я его буду пить. Прямо с удовольствием. Вот. И. Кальций. Магницинт. Не помню. Кто заказал. Гляньте. Опять. Что это такое. И что. И банка приметая. Да. Мне даже. Знаете. Как горячим воздухом удало. Гляньте. Как сгорела вроде бутылочка. Видите. Приметая. Кальций. Магницинт. Вот. Не помню. По-моему. Дочка заказала себе. Не помню. Кто. Вот. Но. Такие вот. Витаминки. Еще. Такую черную не заказывала. Надо посмотреть. Может мама. Все. Пустая коробочка. Буду все пробовать. Есть новиночки. Да. Для меня. Ну. Простата. Вот эта. Простата. Дезик. Вот это. Вот эта новинка. Муж попробует. Хотя. Вот этого бренда. Мы уже пили. И. Видите. У меня. Витекс. Этот бренд. И. Простата. Этот бренд. И для печени. Это чисто. Вот такой. Вот. На травах. Дезик. Тоже. Для меня. Это новая. Биотин. Я не пила. Еще отдельно. Ни разу. Вот. Так что. Будем пробовать. Занесу сегодня. Отдам. Все. Кому. Что нужно. Кому. Что заказала. Вот. Такая была посылочка. Сайферба. Готовлю. Такую кашу с мясом. Здесь у меня. Лук. Морковь. Куриное ведро. Бескости. Поджаренное. И. Вот такая будет. Нут. Чечевица. Красная. И. Зеленая. Это я вчера. Смешала. Два вида. Чечевицы. Вот. Оставила. Видите. Она уже пораскрывалась. Она уже скоро прорастать будет. Оставила. Специально на ночь ее. Чтобы думала утром готовить нут. Он видите. В руках уже разваливается. Нут вообще прикольный. Он мне напоминает орешки этим. Вкусно. Сейчас высыпаю сюда. Поджарки. Вот. И заливаю водичкой. Пришли в спортклуб. Сможем у нас и в час тренироваться. Короче, будем заниматься сегодня. В час тренироваться. В течение hotel. Субтитры сделал DimaTorzok